Не за горами начало купального сезона, однако к его открытию в регионе на сегодняшний день пока готовы далеко не все места отдыха. О том, где будут купаться волгоградцы и чего ждать от предстоящего купального сезона, журналистам рассказали специалисты МЧС и аварийно-спасательные службы. В регионе установилась жаркая погода и с каждым днем на пляжах появляется все больше желающих позагорать на солнышке или окунуться в прохладную пока еще воду. В нынешнем году в Волгоградской области планируется открыть 43 пляжа, 7 из них в Волгограде. И пока вопросы по организации мест отдыха идут, мягко говоря, со скрипом. К примеру, по причине берегоукрепительных работ, связанных со строительством нового стадиона, сегодня остро стоит вопрос о переносе излюбленного жителями пляжа в центральном районе. Пока его новое место не определено, не готовы к наплыву волгоградцев и другие места отдыха. Если, допустим, в городе Волгограде пляжа открывалась в конце июня месяца, то сейчас декабрь необходимости открыты в первой декабре. Но, к сожалению, никаких пока действий со стороны органа власти в каждом направлении не видит. А люди будут купаться все равно, потому что погодные условия, температура повышается. Для того, чтобы пляж соответствовал всем нормам и правилам, необходимо соблюдать несколько условий. Обследовать и очистить дно, содержать в чистоте и порядке береговую линию, организовать медицинскую спасательную помощь. На сегодняшний день такое место отдыха организовано только в Калачевском районе. Отсутствие подготовленных пляжей ведет к тому, что люди купаются там, где это может быть опасно для жизни. Только за последние три года в регионе на реках, водохранилищах и озерах погибли 400 человек. И среди них, к сожалению, немало детей. Совсем недавно в Старополтавском районе утонули два мальчика. А всего с начала года в регионе на водных объектах зафиксировано 17 происшествий с детьми. В основном люди гибнут в тех местах, которые не оборудованы для купания. Это озера, это различные ереки, это участки рек, которые присутствуют на территории Волгоградской области. А протяженность этих рек почти 8 тысяч километров, без малого. Конечно, везде силы спасения органов власти Волгоградской области, города Волгограда, города Камышина, города Волгограда, конечно же, предусмотреть невозможно. Для того, чтобы еще раз напомнить о мерах безопасности, сотрудники МЧС и аварийно-спасательной службы провели профилактические мероприятия в учебных заведениях региона. Школьникам и студентам еще раз напомнили о правилах поведения на воде и мерах безопасности. Мария Иванченко, телекомпания Ахтуба.